В обычной жизни, я такой разноплавный молодой человек. Студент, увлекающийся ночными гонками. Пытается совмещать несовместимое. Музыку, народное творчество, спорт, активный отдых и так далее. Ведь мы занимаемся этим не только потому, что нам это нравится, мы ведь приобщаемся к культуре нашего народа. Хочется узнавать что-то новое, как все зарождалось, как все начиналось. И также интересно было бы, конечно, узнать о культуре каких-то других народов, так же, как мы и узнаем сейчас культуру своего. Патриотизм – это прежде всего, ну, как писал великий Пушкин, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Это не дословно, это именно к истории и к культуре своей нации. Вот тогда ты самодостаточен, тогда ты велик, тогда ты человек этой нации. Рождество – это, во-первых, конечно же, волшебное время. И люди не только сейчас, но и во все времена праздновали. И когда мы сами ставим какие-то номера, то мы и в себе находим какие-то отклики в душе, праздничное вот настроение. Тут, наверное, правильнее было бы говорить, что это не рождественские праздники, что это зимние святки. В России это удивительное смешение языческой обрядовой культуры с христианской культурой, которая пришла уже значительно позднее. Если мы говорим о калятках, то это, конечно, языческая культура. И пришла она к нам вот как раз от празднования прихода Нового года. Вот когда Новый год приходил, вот тогда его встречали различными обрядами, тогда выпекали и печенье из зверушек, из животных, и тогда использовали в обряде обязательно зерно, потому что это связано с плодоношением, с плодородием. Святками стали называть как раз с приходом православия на Русь, это святочные вечера, это начиная вот от торжества Христова и до крещения вот эти две недели, это святые вечера, зимние святки. Калятки делились вот как бы на две части. Калятки, которые под Новый год пели, это приуроченные к языческому обряду, и христославия, которые пели уже в связи с христианскими православными обрядами. И как правило, калятки и ряженые это молодежь, это более взрослое население, а христославия это дети с вифлеемской звездой, когда они ходили из дома в дом и славили Христа, его рождение, и славили и самих хозяев, к которым они в этот дом приходили. Со святым Рождеством, с Иисусом Христом, Святое Рождество радость нам принесло! Святое Василий развеселил! В России исследователи считают, что каляда это кол, это круг, это великий круг, это круг жизни человеческой. И праздновали ты его в день зимнего солнцестояния, когда солнце поворачивалось на весенний круг, когда нарождалось новое солнце. И, кстати, если вы вспомните, то в современных обрядах Новый год, Новый год, это вот то новое солнце, которое как бы нарождалось, Новый год. Пошла каляда с конца в конец, Моя каляда, калядеца моя, Музыка вообще, в принципе, мне очень много чего дала в жизни. И мне это нравится, и я как бы не собираюсь это бросать. Мне нравится познавать историю своего края через культуру. Тем более, детство у меня, так сказать, прошло в деревне, и многие вещи я еще помню от своей прабабушки, от своего деда, от от ближайших родственников. И когда приходится работать в рождественские обряды, ненароком так вспоминаешь, как раньше маленькими детьми бегали, по домам так же калядовали, что-то рассказывали, что-то слышали. Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! Милости просим, гости дорогие, проходите, не стесняйтесь! Каляда, у кого-то это Бог, святой, у кого-то это просто как бы обозначение действия, которое есть, то есть здесь фальтаристы и ученые расходятся во мнениях. Но тем не менее, вот на Руси календа, это как бы, вот я уже сказала, это как приход Нового года, и календа принесла людям календарь. Календы – дар, календарь. И принесло людям понятие вот о двенадцати знаках зодиака. То есть вот в поверьях так пишут об этом. С Новым годом, со всем родом, чтоб счастливо жили и здоровы были. Всею вею, посеваю, да на все четыре края. Традиция несла в себе то лучшее, что накапливалось человечеством веками. Не сегодня вот я хорошо поступила, вот этот поступок стал традиционным, а потому что это из года в год, из века в век, из рода в род передавалось. И воспитание человека шло именно вот в такой общине, когда он брал пример и с того, что вокруг него происходило. И хорошее, и плохое. Человек не боролся с природой. Человек жил в содружестве с природой. Каждый календарный праздник – это прежде всего почитание природы, уважительное к ней отношение, желание сблизиться с ней, понять то, что происходит вокруг человека, принять это и реализовать это как-то так, чтобы человеку было уютно и комфортно в этой природе жить. Все кому сбудется, все сбудется, да не минуется. Щедрый вечер, щедрый вечер, щедрый вечер, щедрый вечер... Народный календарь – это вообще как бы схема уклада жизни человека. И начинался народный календарь вообще-то не с рождественских праздников, а сначала это была весна, и Новый год мы праздновали весной 1 марта, потом это была, наоборот, осень, и только с 1700 года по указу Петра I Новый год у нас празднуется 1 января. Мы ходили, мы искали святую калиду, а нашли калиду по Петровым двору. А дядя Петр нам пиво выносил. А мы пиво не пьем, вина в рот не берем. Ребенок 5-6 лет не в состоянии сказать, что я хочу петь. Родители ходят, водят, экспериментируют с ребенком, где он останется, где он задерживается. Меня отдавали и на танцы, и пытался спортом заниматься. Ну, не мое было, мое было петь. И насилия никакого такового не было. Просто привели, остался, понравился, задержался, и все. Так пошло. В принципе, молодому современному человеку надо показать, надо им помочь и окунуться в эту культуру, а дальше он уже будет сам непосредственно для себя выбирать. Мне было 5 лет, когда меня привели в центр. Изначально я, конечно, не понимала, что это такое, но с моментами, с моим взрослением я начала осознавать, что мне это по-настоящему нравится. И, конечно, родители и бабушка все удивляются, как же так молодая современная девушка занимается русским творчеством. Но я сейчас понимаю, что эстраду я бы не хотела петь. Для меня русская народная песня намного ближе, и я очень рада, что попала именно сюда. Я бы сейчас, наверное, от этого никогда не смогла бы отказаться. Только 10% детей подрастающего поколения имеют реальную возможность сейчас приобщиться к этой деятельности. И это катастрофически мало, и это катастрофически плохо. Не только изучение математики, физики, и химии, и других естественных наук, но и изучение своей культуры как языка. Язык – это народ, понимаете, в переводе. И, значит, знать язык – это знать свой народ. А если знать свой народ, это значит знать его культуру. Ну что, славно угостились? Слава! Спасибо! А дай Бог тому, кто в этом дому, ему рожку ста… Родители не ожидали, что я задержусь надолго в музыке. Они всячески поддерживают меня и радуются за мои успехи. Даже если что-то не получается, там, мама, она много времени привела на момент моего обучения в музыкальной школе со мной. Он подойдет, где-то подскажет, где-то покажет, как лучше подскажет. Имеет удовольствие. И я делюсь своей радостью и своим счастьем, то, что я могу заниматься с окружающими. Когда молодые исполнители выходят на сцену и поют старинный сибирский фольклор, ну, на мой взгляд, это, наверное, правильно, когда они его пропускают через себя, когда они его чувствуют так, как может это чувствовать современный молодой человек. Мы ведь не можем сбросить со счетов то, что новый век принес новые знания, новый образ жизни, новое прочтение, новое представление этой культуре. И если молодежь даже хоть как-то соприкоснется к этому, это уже благо. Когда ты находишься на сцене, я думаю, это не передать словами. Конечно, ты испытываешь волнение, порыв, заряд энергии должен быть обязательно огромный. Ты должен чувствовать то, что ты делаешь. То есть это не только улыбка какая-то наигранная, ты должен сам почувствовать, сам начать общаться. И зрители очень, я думаю, чувствуют, когда человек действительно любит то, что он делает, когда он живет песней или когда он только работает на сцене. Это тоже, конечно, очень видно и очень важно. Я лично сама всегда стараюсь не только действительно выйти и отработать как нужно, но и почувствовать и передать все эмоции, которые несет в себе песня. Я получаю огромное удовольствие, когда смотрю, как молодые поют народную музыку. Это надо видеть. Это надо видеть, какие они становятся внутренне красивыми. Кроме того, что и внешне они очень красивы, и это всегда великолепно, когда молодые выходят к зрителям и показывают, насколько они красивы. Они другие, они более добрые, что ли. Может быть, это просто, казалось бы, примитивно, но вот этой доброты нам всем ведь сейчас не хватает. Мы часто достаточно гастролируем и принимаем участие в разных фестивалях всероссийских. И, безусловно, это большой обмен опытом. Мы смотрим на работу других коллективов, берем что-то для себя, изучаем новое. Это очень интересно. И я считаю, что такие фестивали, они, безусловно, и влияют очень сильно на развитие вообще всей культуры, всего творчества, развития по всей России. Это очень важно. Сидит кошечка на окошечке? Да все с малыми, да с котятками. Чье кольцо? Мое. Ой, большая семья, много детей у тебя будет, подруга. Уж ты, щеточка-богатырочка, покатилась и на богатый двор, на богатый двор, да во сладкий мед. Чье кольцо? Мое. Ой, богатое замужество? Еще одно колечко. Что касается гаданий, то, конечно же, церковь считала это языческими, остатками языческих верований. Изначально там задачи стояли как раз загадать, какой будет урожай, там, какой будет, как мы будем дальше жить в плане благополучия семьи. И позднее гадания уже вышли больше в гадания, в которых участвовали только девушки, и они, конечно, гадали на свою женскую судьбу, на своего суженого, ряженого. Девчоночки, а у меня еще одно гадание есть. Давайте каждая выберет тебе по кружечке, и там посмотрим, как жизнь сложится. Кто первый? А можно я первый? Давай. Ой, подружка, замуж выйдешь в скором времени. Повезло. Повезло. Давайте я, теперь я. Ну давай. Я вот эту кружечку возьму. О, богатая будешь. И, конечно, зимние святки – это гуляния молодежи, это вечерки, на которые сначала в каком-то из домов собирались, приглашались пожилые люди. У нас вообще как бы на Руси очень уважительно относились к людям взрослым. Их угощали, им наливались напитки специально настойные к Рождеству, их угощали выпеченными пирогами, булками. Вот. И чуть уже позже, когда стемняет, тогда в избу набиралась молодежь. И тогда уже начинались развлечения, которые позволяли молодежи познакомиться поближе, выбрать, посмотреть на своего суженного, на своего суженного. И люди более взрослые тоже смотрели, а что же такое за новое поколение выросло, и что из этого в будущем может получиться. А мы по улице пройдем, да не ругайтесь, тетушки, а ваши герки с нами ходят с пиками с заботушки. Играй гармонист, давай не до пляски, у тебя гармонист, кайки и глазки. Играй гармонист, давай не до пляски, у тебя гармонист, кайки и глазки. По деревне мы идем, всем подарки раздаем, кому сын, кому... Хотелось бы, чтобы со временем мой интерес и вообще стремление к творчеству, к участию в театре и работе с театром не прекращался, так как я этому отдала уже практически 10 лет. Я думаю, мне будет очень тяжело. Но сейчас пока загадывать трудно, так как учеба, учеба, но я надеюсь, что все-таки еще долгое время буду принимать участие и работать с театром. Когда мы сейчас постоянно обращаемся к мысли, а где же национальная идея, где ее взять, умы человеческие, не только российские, а вообще умы человеческие, все больше все-таки делают акцент на то, что это прежде всего культура и история нации. В ней заложено все, что накопили тысячелетиями люди, в ней заложен опыт, в ней заложена духовность, в ней заложены те обычаи, обряды, которые в той или иной степени с генами передаются из поколения в поколение. Моё ощущение – гордость за страну, в которой я жил, за своих предков, за всю нашу историю. Я горжусь тем, что я этим занимаюсь. Выходи, сами мы скачали! И ножки на литрово бросили, И спать пора, и чистошки все! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok